Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам рубрику «Эпичные выстрелы на бабахах». Этой рубрики уже давным-давно не было. Но вот решил я пробный выпуск сделать, чтобы посмотреть, ну, нужно ли такое делать сейчас в 2020 году. И это уже не особо нужно. Но смысл рубрики весьма простой. Я показываю вам отрывки боев, где бабаха FV215B-183 и FV4005 ваншотит противников, то есть производит «Эпичные выстрелы». Ну и одна из бабахов FV215B-183 является, ну, короче, очень такой редкой теперь машиной, потому что достать-то ее никак невозможно. Нигде ее не купишь, хотя многие хотели бы ее заполучить. И после нерфа FV4005 даже FV215B-183 является более интересной машиной, по мнению некоторых. Ну и вот вы сейчас можете видеть, какие крутые выстрелы делает бабаха та, да и другая тоже. Ну, то есть, в принципе, обе машины способны производить шокирующий выстрел. Я даже не знаю, как Wargaming будет с этим дальше поступать, то есть, оставят ли они такие выстрелы и дальше, или же они все-таки решат, что пора бы убрать это все дело и понерфят фугасы. Я ни в коем случае как бы не настаиваю на этом, я просто говорю, рассуждаю, в общем-то. Единственный сейчас способ приобрести FV215B-183, это, конечно же, взять и приобрести ее за серебро на черном рынке. Ну и, конечно, многие игроки этого с нетерпением ждут. Ну, надеюсь, WG не обрушат в очередной раз геймплей очередной ветки, но именно Бабаха, и не понерфят жестко фугасы. Ну и, как вы можете видеть, бой заканчивается тем, что игрок ваншотит Леопарда. Ну, а давайте дальше смотреть, какие выстрелы игроки демонстрируют. Вот, смотрите, едет Объект 430. В начале боя фуловенький. Один выстрел, одно неловкое движение, и противник в ангаре. Ну, действительно, эпично, то есть, на Бабахе вы можете порой просто немножечко подловить противника на какой-либо ошибке, и он отправится в ангар с одной плюхи, прямо как этот WK4502B. Ну, правда, у него ХП не фулл было, но все равно, очень даже такая жесткая плюха по тяжело бронированному танку. Ну, а вот вдалеке засветился кемпер АМХ 50-100. Наверняка он рассчитывал нанести еще там много урона, но тут один выстрел, один засвет и один выстрел, и все-таки в ангаре. Также под конец игрок еще и уничтожает Тортоиса. Но 1498 урона с выстрела, весьма даже неплохо. Ну, и, ребята, хотел бы напомнить вам, что в этом видео вы можете выиграть голду, достаточно всего лишь подписаться на канал и досмотреть данное видео до конца. И также подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, разыгрывается два голдовых приза, сейчас повышенные шансы на выигрыш. И могу сказать, ребята, что эта рубрика довольно тяжела в производстве, и многие критикуют меня за то, что я там однообразные видео стал выкладывать, но я выкладываю в основном видео на те темы, которые интересны вам, то, что вы наиболее часто у меня спрашиваете. И если у меня есть какая-то действительно стоящая информация, конечно же. Ну, и вот, если данное видео вам зайдет, то время от времени буду его делать, вот эту рубрику снова. Ну, посмотрим, как оно будет. Ну, и также, если хотите выиграть дополнительные призы, заходите на сайт ВотКит, так как ежедневно на данном сайте розыгрыш 5000 золота. Очень крутая халява ждет вас на этом сайте. Также другие разнообразные премиум танки и наборы с золотом и с премиум аккаунтом. Все по очень солнечным ценам. Ну, и используйте мой промокод, чтобы получить дополнительный бонус. Ну, и, как вы можете видеть, начало этого боя начинается с ваншота Т-49, а далее игрок раскочегарился на полную. То есть, тут его, видимо, испугали, да и сам Параджета тоже испугался. Но, в итоге, такой вот выстрел, то есть, противник от такого наверняка был в шоке. Далее у нас FV4005 заезжает на горочку. Кстати, интересная позиция. Напишите в комментариях, пользуетесь вы ей или нет. И промах. Да, такое тоже бывает, но я специально вам показываю данные по ромах, потому что потом игрок, в общем-то, исправляется. Он все того же хэви подкараулил и как элегантно накидывает ему прямо в крышу башни. 1879 урона с выстрела. Это какая-то просто жесть. Я представляю, какие ощущения от такого выстрела у противника и у игрока, конечно. Это очень приятно выстрелить, нанести столько урона. Скажу я вам. Сам, в общем-то, на бабахе играл. Но получить такую плюху, это, наверное, ужасное горение. Также игрок своего собрата тут, в общем-то, наказывает и сзади подкрадывается Объект 140. Видимо, думал, что сейчас-то с помощью своего ДПМ разберет бабаху, но иногда вот этот ДПМ не так хорош, как один такой вот надежный выстрел. Продолжение того боя, который мы смотрели. И тут ваншот Е50. Не поворачивайтесь никогда к бабахе кормой, там, бортом. Это может закончиться печально. Ну, тут игрок еще подкараулил поляка и в корму его, конечно, сваншотил без проблем. Далее, бой на карте Париж. В начале боя неосторожно выскакивает Рашер Объект СН-277. И просто в считанную секунду он улетает в ангар. Не то, что в секунду, а в секунду. То есть, один раз подставился и все. Ну, в том бою больше особо ничего интересного не было. Поэтому показываю вам следующий отрывок, где в начале Рашу два Бачата. Ну, кажется, блин, Бачата, они быстро едут. По ним не так-то и просто попасть даже с точных орудий. Ну, вот Бабаха демонстрирует нам выстрел и попадает по быстродвижущейся цели. Ну, а тут еще один такой вот светляк-мышонок решил, видимо, подсветить по центру и получает за эту плюху. Далее у нас выстрел по китайской ПТ-САУ. При этом она пропала из-за света. Давайте еще раз посмотрим этот момент. То есть, противник, видимо, понимал, что вот у него лампочка загорелась и нужно было уезжать. Но, видимо, застоялся, засмотрелся и тут раз и все. Также игрок решает наказать в этом бою светодека. С одного выстрела спокойно его ваншотит на 1300 урона. Также вдалеке засвечивается Объект-263. Он, наверное, рассчитывал, что у меня там броня будет здоров. Сейчас танканул. Но вот танканул своим НЛД на 1800 хп, ну, то есть на все свои хп. Далее игрок еще умудряется засандалить по СТРВшке. Хотя она там вроде что-то пыталась сделать, вытворить следующий бой. И в начале боя вот так вот неаккуратно подставился Объект-430 тюм. То есть он тут, видимо, заигрался. Думал, что сейчас-то на ЕМБе всех растащит. А вот как все закончилось. Бывают такие случаи, когда Бабаху прижимают. Понимаешь, что у нее там долгая перезарядка. Она на КД начинает на нее лезть. Но порой это может закончиться тем, что при помощи, конечно, союзников Бабаха отбивается. Успевает перезарядиться и наказывает Обидчика на 1537 урона. Просто великолепно. Ну и в этом же бою почему бы не саншотить какого-нибудь кустового жителя. Который сумел, в общем-то, неаккуратно высунуться. Ну и, конечно, получил за это. Хотя вот, смотрите, он откатывался назад, потом передумал. Опять подставился второй раз. И следующий бой на карте Руинберг. FV215B, 183. База серебро, как ее называют многие. Ждут ее в черном рынке. И вот так вот игрок наказывает ТВПшку. Хотя она пропала из-за сета. То есть, игрок очень грамотным выстрелом, на самом деле, противника поразил. Это фуловый танк 10 уровня, который, в принципе, ну тут, ну не сказать, что все решает. Но все-таки свой вклад в победу он мог принести своей команде. Но вот так вот Бабаха его покарала. Также вот в крышу получается поразить Т57 Хэви. И заметьте, вот этот прострел очень интересный. Запомните его. Может быть, вам еще он понадобится, если будете на Бабахе играть или на каком-то другом высоком танке. А также игрок вообще любит пугать противников. То есть, подождать где-нибудь и Фигакс уничтожает Объекта 430. Терпение у него, конечно, железное. Потому что через некоторое время с этой же позиции игрок еще одну цель уничтожает. Ну, в общем-то, на одном месте тут сразу два ваншота. То есть, казалось бы, нужно учиться на ошибках своего, ну, союзника. Ну, я про вражескую команду тут, но некоторые ничему не учатся. То есть, все равно лезут, все равно получают ваншоты. Ну, замечательно. Просто с одной плюхи ПТ-САУ 10 уровня улетучивается куда-то. Ну, и на этом все, друзья. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Напишите в комментариях, какой выстрел был самым таким крутым. самым лучшим. И участвуйте в розыгрыше золота. Пишите в комментариях, стоит ли эту рубрику снова делать или не стоит. Также, конечно, еще к этой рубрике можно добавить КВ-2, Т49 и другие бабахи, если какие-то еще есть. Вот такие вот дела, друзья. Спасибо, что смотрели. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok